Теперь с ноги, как говорится, кроит вещает, и это уже 68-я серия пути бомжа на Блок Раше, и сходу мне флудят про какую-то яхту. Мне стало интересно, цена у него предложи, давай 8. Чё, даже согласен? Ему нужны деньги на бизнес. Собственно, я примчался на пирс в Горель, и вот он тоже, походу, уже подплыл. Это у нас самая дешёвая яхта на Блок Раше. По ПТСу не густо, но у ГОСКа 15К. На яхте ещё бывают улучшения, ну, понятно, здесь она стоковая. Да, в принципе, здесь и вопросов никаких не может быть. И так забираю по максимальному лоу. Сразу берём штурвал в свои руки. Конечно, на яхте нет ажиотажа, но зато в своём списке целей я выполнил один пункт. На яхте никакого тюнинга нет, да тут даже фары включены, а прожекторов не видно. Зато можно открыть вход в каюту, и вот так просто зайти внутрь. Интерьерчик, кстати, прикольный, я ни разу тут не был. Сюда можно также ставить сабвуфер, ну и есть улучшения. Якорь стоит 750 тысяч, это типа спавница в яхте. Ну а шкаф это просто мини-склад для ружек. Кстати, тут есть свой багажник, правда он очень маленький, сюда, ну, считай, ничего не положишь. Зато для яхты есть своя водная АЗС, я тут ни разу не был. Ну, в принципе, всё так же, как на машине, 6000 заправка. Посмотрите, я иду сейчас прямо на самый край яхты, как вот на Титанике, на корабле, и самое время открыть две бронзовых рулетки. 17 блокоинов из 100, нормально. Ну и 8 экспишек тоже более-менее. Подъезжаем к банку, потому что топ-2 топер ТК зашёл в сеть, и он кидает свой счёт, и я ему туда 630 тысяч. А на следующий день выхожу я из дома, а тут уже зимняя обнова вышла. Конечно, сразу беру Макларен и полетели. Капец, с этим дрифт-мотом я упал в канаву и тупо не могу выехать, тачка не едет. Так что пришлось выключить дрифт-мот, чтобы выбраться. Я зашёл в ТК починить фуры, но меня кто-то так толкнул, что я просто ракетой улетел в воду. Короче, попытка номер 2. В принципе, зимний дрифт такой же, как и год назад. Вот мне интересно, как на яхте кататься по льду. Так что я приехал снова на причал в горыль, а тут как бы льда рядом особо нет. Я взял спокойно яхту и еду. Короче, лёд спавнится только возле берегов, потому что вот по карте видно, что нигде нет сплошного льда. А ну давайте ещё раз лупимся. О, какой огромный кусок я сломал. Ну вот, чем вам не работа ледокола. Ну а так как сегодня Х2, конечно, уже работяги на водолазе. Я решил тоже вернуться на причал и взять заказик водолаза. В принципе, работа никак не изменилась. Правда, вот снег под водой, это, конечно, жёстко. После ходочки я возвращаюсь на причал. Кстати, из-за того, что у меня женский пол, скинчик водолаза такой необычный. Заходку нашёл 6 предметов и по Х2 сливаем все предметы по полной цене. Работяги из ТК там уже просят премии. Так что зима зимой, а мы летим в банк. Топпер номер 1 уже набил 2000 рейта. Так что закидываю на банксчёт лям. И за новые 750 рейта скидываю ему 750 тысяч. Мне ещё сказали, что с зимним дрифтом прикольно работать дальнобойщиком. Так что залетаем в наш бусаевский офис. Ой, блин, как фур, много свободных. Это, конечно, всё из-за водолаза. Ну, собственно, я взял руду, мы катим в рейс. И по команде Slash Winter включаем этот дрифт. Ну, я бы не сказал, что на тачке легче ехать. Да, конечно, пресеп нехило так телепается. Но от этого легче управлять не становится. Особенно, когда вот так вот ещё подрезают. Вот сейчас сложный поворот. Я хотел красиво залететь, но меня тупо пронесло прям в деревья. Собственно, повезло. Я из деревьев выехал. Загружаемся. И теперь держим путь в этого. Да зачем подрезать? Ё-моё, я просто себе ехал с краю. Офигеть, как меня сносит. Возвращаемся за грузом. Снова меня таранит. И говорит, что подписчик. Офигенно. Теперь прицеп у меня за отбойником. А админ на репорт ответил РП путём. Короче, едем до ближайшего конца отбойников. Вот он, здесь сворачиваем. И вот так обратно едем. Повезло, что хоть прицеп в поле не укатился, а то там бы его не забрал. Фух, ну хоть сейчас снова едем. Да чё я такого сделал? Что? Меня отправили за нон-РП езду, хотя я не ЕПП шёл. Ема тут в спеке админов собралось. Тут как обычно меня сливают. Мда, шикарно я поработал. Я, короче, выхожу из ГИБДД. Мой знакомый вешает на меня наручники и выводит с тюряшки. Дальше мы прыгаем к нему в машину. И он открывает ворота на свободу. Мы снова приехали в банк. До заключения осталось 14 минут. Но как-никак работягам премки платить надо. Ещё один челикс 250 трейта. Мы ему кидаем 250 тысяч. У меня тут даже замы с Фомы работают. Им тоже плачу премии. На счёте в ТК накопилось почти 18 лямов. А 24 на 7 лям 200. Сюда ещё закажем продуктов. Вышли из банка, а тут какой-то тип с винтовкой просто всех расстреливает. Ну и я попал под раздачу. А появился в больничке, но в тюряшке. Потому что мне ещё как бы 7 минут сидеть. Кстати, вот в ТК, кроме обычной финки с перевозок, там 4, 3 ляма, 4, 5. Есть ещё затраты. И посмотрите, какие тут огромные цифры. По 10-9 лямов вертов. Я не знаю, откуда эти цифры берутся. Походу, столько зарабатывают дальнобойщики у меня за день. Или что? О, после тюряшки я полетел в средний класс авторынка. И хочу тут взять тачку для лютого дрифта. Но, блин, вообще ни одной Супры, ни одной Альфа-Ромео, капец. Думал, может какой-то Скайлайнчик взять на крайняк. Но они, капец, просят овер больше ляма за Скай. Поэтому я залетел на высокий класс. И тут нашёл чела, который согласился дать мне протестить BMW M5 F90. Так что подрубаем зимний дрифт. Ну и едем на вот это кольцо давать боком. Опа, даже без ручечка залетаем в дрифт. Ну, блин, не вывез и словил отбойник. Не, ну в целом тачка топово держит угол. Но надо вовремя добавлять ручничка. А мне говорит, типа, выключи дрифт. Ну, окей, выключаем дрифт-мод. И она, капец, какая резвая. И такая уже неуправляемая. Ну, это просто летний дрифт. Это не зима вообще. У меня после прокачки АП Фомы появилась вот такая Е60. И на ней дрифтить, ну, не очень. Её крутит просто невероятно. Я специально приехал на рублёвку в эту вот дрифт-зону. И здесь прям чётко видно, что эта бэшка даже на спорте не особо-то и вывозит вот эти кольца, которые здесь нарисованы. Снова я встретился с топером с ТК. У него 266 рейта. Так что через трейд ему кидают 266 тысяч. А ещё рефералов у меня капец как много появилось. Спасибо вам, конечно, за поддержку. Но все эти деньги я скидываю в благотворительность. И в списке благотворителей нифига себе, я уже на 15 месте. После чего из банка отъезжаем вот таким составом. Говорили, что-то интересное на АУКе слетело. И тут оказывается строительная компания в ГОСе. Ставка всего 11 тысяч. Я бы мог поставить хоть 23. Но у меня слот занят транспортной компанией. И тут финка даже с просадками от Х2 будет лучше. По дороге я заехал свою 24 на 7. Закупаю тут по фулу себе ремок. Конечно, аптечек 5 штук. Ну и в ГИБДД пришёл. Обратно устроился полицаем. Чтоб розыск мне просто так не кидали. Приехал я снова на Рублёвскую дрифт-зону. Но уже на Макларене. Он, конечно, будет помощнее. Можно выдавать более красивые моменты. Но он всё-таки как-то не особо подходит. Офигеть. Вот это называется водолаз. Работает из 14. Только 3 фуры. Ну вот ещё один челик набил 250 рейтинга. Так что я ему на банк кидаю 250 тысяч. Тем временем наша Фома решила захватить Корякинскую вышку. Как видите, сейчас она принадлежит другой Фоме. Но если мы её сейчас возьмём, то нам дадут репутацию. Просто мы сейчас в списке девятые. И вряд ли мы возьмём топ-2 или топ-1 для слота Фому. Но конкретно сейчас здесь нас очень дофига. Вот приехала первая тачка штурмом. Через вышку, я так понял, стрелять нельзя. Я выхожу сразу на двоих. И меня фастом убирают. Сразу выхожу я из больнички, беру скутер, доезжаю в банк. Потому что в игру зашёл топпер 2 ТК. Он мне даёт свой счёт. И я ему туда кидаю 600 тысяч. Прикиньте, я решил заспавнить весь автопарк Фомы. А тут прям все тачки разбитые. Спасибо хоть, что в одной хоть бен съесть. Ну в общем это не дело. Надо подбегать кутак к машине и просто чинить её. Поэтому я добавляю новое правило Фомы, чтобы заправляли и чинили. А то зачем этот автопарк, если никто не катается? Я вернулся на вышку и в принципе мы её успешно держим. Но вон там чел за машинами с винтовки пытается в нас стрелять и одного даже убил. А я просто стал под вышкой. Собственно вот так время и закончилось. Теперь тут написано, что мы держим эту вышку. Получается мы выиграли. Следующая локация это завод. Сразу пушим типов, которые держат зону. Их было немного, мы количеством взяли. Немного постояли, пообщались. И тут вижу какой-то червук на нас едет. Говорят, что они свои, хотя все с другой Фомы. Опа, через забор вижу другая Фома. Да, они нас пушат. Я вроде тык удал, но меня тоже слили. Естественно мы заспавнились в больничке. И вот для таких случаев у других Фом припаркованы машины рядом с РЦБ. А у нас все возле дома. Ну а скутер в пик час не арендуешь. Так что приходится ждать каких-то челов с Фомы. Тем более, когда места нет, сажают на крышу. Прошло уже целое КД и мы будем снова пытаться взять завод. Мы здесь первые, тут никого нет. Так что будем обороняться. Тут можно вот так прикольно запрыгнуть, подтянуться. И мы будем очень высоко и будем видеть всех издалека. Правда эта позиция не очень, потому что нас в любой может так киль. К нам тут с ТК даже работяги приезжают. Прикиньте, каких-то два типа нас в лоб штурмуют. Нет, чтоб крысануть, а не вот так. Еще одна какая-то тачка приехала. Ну, ее тоже расстреляли. Ля, ты что, боевая жига едет на нас. Вот уже остается немножко времени. И да, наша Фома взяла завод в Бусаева. И уже после битвы какой-то чел с левой Фомы здесь тусуется. Ну, мы его слили. А это оказался мой топер с ТК. Я его адреналинчиком-то возродил. Он просто хотел Фому. Следующее место зарубы это семейный конт. Тут уже были какие-то типы. Ну, мы с ними быстро разобрались. Правда, один нюанс. Еще время конта не наступило. И мы тут просто его ждем. Ну, пока время есть, я сделал строй из замов. И за их заслуги я решил выплатить единоразовую премию. Потому что раньше я премии особо не выплачивал. А замы каждый день работают, продают разрешение, ранги. Так что каждому поляму будет справедливо. В общем, мы отъезжали там оплатить штрафы. А конт уже начался. Его захватывают. Начинаем фастом пушить. Взрывается наш Субарик. У меня, блин, почти сразу кончается пистолет. И все, я на руках. Бегу в спину к врагам навести суету. И, походу, от своих же отлетаю. Я постарался фастом камбэкнуться сюда. Но, может, сейчас хоть им помешаю. Ишь, с одной тычки меня отправляют спать. Что-то похоже на софтера, нет? Ну, и чтобы мы больше на РСБ не мучились. Я решил перепарковать вот эту бэшечку с дома прямо вот сюда. Так далеко от Больки, потому что здесь заканчивается зеленая зона.